всем привет поставьте пожалуйста плюсики если вы меня хорошо слышите и видите супер тогда можно начинать с вами я рада вас приветствовать на вебинаре чего хочет клиент мы сегодня будем говорить о том как сделать наше взаимодействие для клиента простым приятным и удобным и конечно же мы затрагиваем тему сервиса что же такое сервис зачем он нам нужен что нам дает и чего он состоит для нашей компании начнем с того что сервис это то насколько просто и приятно иметь дело с нашей компании вы сами знаете насколько вам важно иметь дело с теми людьми с которыми вам приятно взаимодействовать и очень часто вы руководствуетесь при выборе поставщика услуг или поставщика продукта именно этими критериями вы работаете с теми людьми кому вы доверяете давайте поговорим о том какой профит нам дает хороший сервис мы понимаем что когда мы предоставляем некачественный сервис клиенты не возвращаются в нашу компанию пишет нам негативные отзывы и конечно же мы теряем своих клиентов и конечно же мы теряем свои прибыли вместе с ними вот хороший слайд и пример пережитка прошлого да вот такие продавцы раньше работали с клиентами нам нужно и важно понимать что нашу компанию оценивают по одному сотруднику именно по тому сотруднику который сейчас коммуницирует с клиентом который старается помочь разобраться в продукте или решает проблему с которой столкнулся наш клиент и очень важно чтобы этого человека были те же ценности как и всей компании чтобы этот человек имел стандарты обслуживания которые мог пользоваться мог предоставить высокий уровень сервиса чтобы мы как компания в глазах клиента выглядели очень хорошо с нами хотели работать дальше почему у нас стране раньше мы не говорили о сервисе у нас в основном весь фокус был на ценовую конкуренцию номера ценовой конкуренции заканчивается то что для людей становятся важны другие вещи все мы хотим получать эмоциональное удовлетворение от покупок поэтому мы говорим о том как построить процессы в компании таким образом чтобы все наши сотрудники взаимодействовали с клиентом так чтобы ему было просто и приятно для того чтобы это происходило в первую очередь наши сотрудники должны почувствовать сервисное отношение на себе потому что то что происходит внутри компании конечно же будет транслироваться сотрудникам на клиента если вы общаетесь сотрудниками на повышенных тонах или сотрудники не имеют достаточных инструментов для выполнения рабочих задач и вот этот негатив который они испытывают на работе конечно же он будет транслироваться на клиента и так из чего же состоит хороший сервис для вашей компании мы поговорили про хороших сотрудников про людей у которых есть сервис днк потому что очень сложно привить какие-то ценности человеку нам важно понимать что мы должны принимать компанию уже людей с определенными стандартами с определенной склонностью к работе с клиентами конечно же у нас компании должны процессы построены таким образом чтобы клиент не терял свое время то есть мы сейчас все живем в такое время когда очень много задач различных и клиент конечно же хочет минимум времени потратить на покупку или на взаимодействие с компанией важно кроме быстро быстроты персонализация клиент хочет ощущать себя особенным хочет понимать что у вас есть на него время и конечно же для того чтобы все это реализовать нам нужны технологии очень важно действительно вкладывать и нанимать людей которые имеют естественную склонность потому что их можно обучить тем навыкам которые нужны для бизнеса и гораздо сложнее людей поменять поменять их внутренний мир сотрудники магазина должны хорошо разбираться о вашем ассортименте вашем продукте чтобы предоставлять оперативно качественную консультацию предлагать сопутствующие товары предлагать альтернативы если товара не оказалось наличие и конечно же ваши сотрудники должны отслеживать оперативно все коммуникации и предоставлять быстрые ответы на запросы клиентов во всех каналах которые вы задействуете при взаимодействии с вашим клиентом вот немного статистики она позволит нам понять насколько же важно для бизнеса предоставлять оперативный ответ быстро обрабатывать заказом четверть ваших клиентов исходя из исследования хотя чтобы с ними связались мы обработали заказ в течение 30 минут 25 клиентов 25 процентов клиентов готовы ждать в течение двух часов 45 процентов клиентов готовы ждать полдня то есть о чем нам говорит эта статистика что если мы не свяжемся с нашим клиентом течение двух часов мы потеряем половину наших заказов мы помним сколько нам стоит привлечение одного клиента сколько мы инвестируем в один заказ потому что каждый из вас считает сколько ему стоит лид тому очень важно оперативно обрабатывать заказы и не терять свои прибыли очень важно еще иметь дело с клиентом участвовать историю его взаимодействия с вашей компании вот такой пример я думаю каждый из вас с ним сталкивался когда у вас происходит какая-то проблема вы звоните в компанию которая предоставляет услугу или продукт и рассказывайте о проблеме оператор вам сообщает что переключит вас на профильного специалиста после переключения вы повторно рассказываете о ситуации и здесь еще может произойти такой момент как обрыв связи и вы третий раз звоните и вам задают те же самые вопросы и конечно же у вас уже растет эмоция и она негативная для того чтобы у вас сохранялась информация о тех вопросах о тех проблемах с которыми сталкивается клиент чтобы вы могли этим управлять и оперативно смогли решить вопрос клиента очень важно иметь системы которые помогут отслеживать все такие обращения истории предыдущих покупок ваших клиентов да нам нужны инструменты система управления взаимоотношений с клиентами это про серым систему да заносится дата назначенного контакта предыдущие договоренности проблемы задачи которые выставил клиент перед вами чтобы вы могли успешно отвечать на запросы своих клиентов и предоставлять качественный уровень сервис также важно отслеживать такую карту взаимодействия с клиентами проследить все точки и зафиксировать их их можно разделить условно на точки взаимодействия с клиентом до покупки во время покупки и после покупки когда вы для себя актуализировали вот все такие точки взаимодействия с клиентом очень важно постараться сделать клиента счастливым вот в каждой этой точке и просмотреть просканировать свои бизнес-процессы насколько они правильно отрабатывают вопросы и запросы от клиентов каждый из этих точек до покупки клиент ищет информацию о вашей компании он может ее получить соцсетях в поиске в отзывах во время покупки он может взаимодействовать с продавцами в офлайне в магазине либо же взаимодействовать через мессенджеры или написать сообщение на сайте после покупки вы можете предоставлять ему регулярные счета если вы на постоянной основе предлагаете клиенту поддержку и очень важно чтобы в каждой из этих точек когда клиент взаимодействует с вашей компанией он чувствовал себя вот так счастливым довольным и не думал о альтернативах не уходил к вашим конкурентам вот еще важный момент как работать с негативом или как работать с озвами или запросами давайте рассмотрим реальный кейс не делают ошибок только те кто не работают это мы понимаем и важно правильно реагировать когда что-то пошло не так например обработки отзыва на сайте клиент пишет о том что заказал обувь но не было возможности указать размер получил сообщение о том что заказ обработан и конечно же ожидал что с ним свяжется и поинтересуется какой размер ему необходим но так и не получил попытался связать сам не получилось и получил ответ на свои отзывы что мы попытались связаться мы отправили вам информацию что звоните нам сами и у нас закончился рабочий день и как бы мы все сделали правильно а вот вы не позвонили не указали информацию дополнительной информации к заказу размере то есть компания перевела вину на клиента и еще просит удалить отзыв какие ошибки здесь делаем то есть первая ошибка это нет приветствия нет уважительного обращения клиента есть обвинительный тон и есть желание скрыть информацию скрыть ситуацию которая возникла золотое правило при общении с клиентом при возникновении негатива начать с извинения признавать свои ошибки абсолютно не стыдно это наоборот как бы говорит о том что вы ответственная компания и для всех будущих клиентов которые читают историю отзыва есть понимание что если с вами при взаимодействии что-то пойдет не так вы сможете этот негатив быстро устранить и компенсировать если произошел какой-то сбой в процессах для будущих ваших клиентов эта информация покажет о том что вы сервисная компания и в любом случае клиент получит компенсацию если произойдут какие-либо потери для него очень важно чтобы ваши клиенты и ваши сотрудники принимали ценности вашей компании основой любого бизнеса должны быть какие-то ценности то ради чего компания существует там ее миссия те кто работает в компании должны разделять эти ценности потому что очень часто бывает что основатель действительно видит какую-то миссию в том что он делает но не может передать своей команде или быстро растущей компании те вещи которые действительно значимы и важны и поскольку с клиентами общаются сотрудники которые не заразились этими ценностями они соответственно не могут донести вот эту ценность клиенту очень важно чтобы люди разделяли то что ваши принципы то что вы делаете люди хотят быть частью чего-то большего мы все социальные и очень хорошо когда мы вовлечены в идею тогда мы отдаем не только свое время с восьми до шести а еще и вкладываем работу душу энтузиазм свое творчество ищем лучшее решение как сделать так чтобы клиент был доволен как реализовать свою миссию как предоставить клиенту действительно лучшее предложение хороший пример в чем видят значимые свои работы сотрудники пример разработчик сервиса вдохновлен тем что может улучшить качество жизни людей то есть сервис который он создает он дает людям больше возможностей и улучшает качество их жизни задайте себе вот такие простые три вопроса что вы действительно продаете что ценно в вашей работе для вашего клиента и как вы влияете на день клиента на жизнь клиента вот подумайте про результат от вашего продукта или услуги и вот с этим месседжем идите к клиенту пример Pfizer не продает лекарства Pfizer продает здоровье когда мы говорим о дне жизни клиента почему хорошо подумать в эту сторону это помогает понять кто ваш клиент как у него возникает потребность в вашем продукте и как он хочет чтобы эта потребность была обработана вашей компанией подумайте какие основные сегменты ваших клиентов кто это например мамочки в декрете это бизнесмены у которых мало времени определите ключевые сегменты ваших клиентов и продумайте вот как строится их день как возникает потребность как они обращаются в вашу компанию с какими проблемами они сталкиваются и способны ли ваши бизнес-процессы предоставить им тот уровень сервиса который клиент сейчас в котором он имеет потребность хороший тоже пример готовы ли ваши бизнес-процессы к нестандартным ситуациям покупатель например получил поврежденный товар обращается в компании пишет негативный отзыв будет ли правильная реакция ваших сотрудников готовы ли бизнес-процессы предоставить компенсацию потому что конечно же управление не может быть во всех точках одновременно очень важно чтобы система работала автономно чтобы у сотрудников были заготовки в решениях которые могут скажем так снизить негатив и перевести проблему в новую возможность для компании для этого мы пишем стандарты в компании должны быть стандарты обслуживания как работать с клиентами пишутся они обязательно на опросе реальных клиентов какие у них ожидания от продукта или от сервиса они должны включать в себя опыт лучших продавцов то есть у вас в команде есть сотрудники у которых получается лучше обслуживать клиента которые получают много положительных оценок у которых хорошие продажи у которых есть постоянные клиенты которым нравится работать с вашей компанией вот такой опыт тоже важно учитывать при прописании стандартов нужно охватывать все ситуации которые были если у вас уже есть история взаимодействия те проблемы с которыми сталкиваются ваши клиенты обязательно рассмотрите жалобы то есть обратную связь от клиентов вот все такие процессы должны учитываться все такие ситуации возможны в этих стандартах они не должны противоречить должны быть реальными для исполнения продавцами или аккаунтингом реальное выполнение содержать техники продаж сопутствующих товаров конечно потому что бизнес это всегда про прибыль и не конфликтовать с другими бизнес процессами в организации давайте поговорим о том что такое персонификация и лояльность клиентов вот эта ценность которую мы создаем как ее видит клиент как она перерастает в что-то для клиента понятное и значимое на уровне ощущений вот сила бренда когда клиент понимает что ваша компания это про экологичность или ваша компания она защищает интересы таких социальных групп то есть клиент понимает какую миссию вы отстаиваете какие ценности у вашей компании и он покупает у вас потому что он чувствует что вы у вас одинаковые с ним ценности и он хочет быть частью вот такого вашего движения для повышения лояльности ваших клиентов работайте с теми клиентами кто вас рекомендует для того чтобы понять кто они есть такой инструмент как опрос клиентов задайте свои по своей базе вопроса будет ли клиент вас рекомендовать с очень простой шкалой да нет не знаю вот эти люди адвокаты бренда они по сути это ваша бесплатная реклама они пишут о вас в социальных сетях они пишут вам хорошие отзывы и причем что они постоянно вас покупают вы не платите за их привлечение и они практически не забирают время ваших консультантов также продолжим тему лояльности и персонификации что клиентские данные собирать обязательно нужно но мы их собираем не просто для статистики и там держим в папочках мы должны уметь этим управлять у нас должна быть выработана стратегия управления отношениями с клиентом то есть когда мы имеем вот такую базу покупок базу обращений клиентов мы должны на основании вот этих данных выстраивать рекламные кампании сегментировать клиентов отправлять персонализированные имейлы и смс рассылки понимать матрицу нашего ассортимента сопоставлять с портретом клиента то есть что мы еще можем продавать к примеру понимая что у нашего клиента могут быть еще вот такие потребности вот еще очень хорошо подумать о том можем ли мы клиенту дать больше чем он ожидает потому что вот качество продукта своевременное ответ на обращение вежливое обращение клиента это же такие обязательные стандарты которые клиент ожидает мы говорим про вауэфет это когда клиент приобретает у нас продукт и выходит от нас с ощущением такого эмоционального подъема он готов рассказывать близким друзьям он готов писать в соц сетях о том что он нашел очень классную компанию и готова этим делиться знакомыми вот этот вауэффект как же его создать конечно для каждого для каждой компании это такой вопрос на подумать как вы можете превзойти ожидания своего клиента очень часто мы сталкиваемся с такими примерами когда информация она собирается компаниями нас поздравляет с днем рождения предоставляя нам какой-то приятный бонус или скидка на продукт или сервис секретный сервис это про то что у нас собирается информация даже рядовой сотрудник может вести записи для того чтобы при следующем разговоре поинтересоваться а поступил ли наш там сын или дочь в учебное заведение исходя из той информации что мы рассказывали ему раньше о чем он переживает или выздоровела ли наша мама то есть таким образом сотрудник показывает что мы не один из тысячи клиентов а что мы действительно важны для этой компании или очень приятно когда мы приходим в ресторан к нам подходят официанты спрашивают с улыбкой вам как обычно это тоже говорит о том что вас помнят вас знают вас любят а вас хотят позаботиться конечно же запустить такой настоящий вау эффект искусственно сложно и это будет происходить если вы действительно будете искренне заботиться и любить ваши клиенты и они будут чувствовать вот вопрос к вам как вы считаете кого стоит нанимать хороших людей или хороших продавцов жду ваши ответы хороших людей или хороших продавцов смотря какие цели ну цели у нас расти и развиваться компании получать больше продаж хороших продавцов окей людей продавцов хороших продавцов продавцов я понимаю вас я сама работаю с продавцами и на своем опыте понимаю что если человек будет думать только о продажах это знаете как играть в футбол и смотреть на счетчик а не на поле то есть деньги и продажи это уже следствие хорошего отношения клиентов если вы будете нанимать людей у которых есть естественная склонность то есть сервис днк правильно работать с людьми искреннее желание помочь подобрать нужный продукт а не просто впарить то такое ощущение оно вызовет отклик у клиента и такой клиент захочет приходить в вашу компанию снова и снова то есть у вас будет расти процент постоянных клиентов я согласна с вами что не у каждого человека есть умение и желание продавать и не каждого человека можно научить навыкам продаж и хороший переговорщик хороший продавец это большое искусство которое тоже нужно нужно постигать но при этом очень важно вкладывать в людей у которых есть естественная склонность взаимодействовать с людьми потому что можно знать всю теорию продаж но при этом вы продаете делаете первую продажу но клиенты к вам не возвращаются потому что после нее у них есть ощущение что им впарили и ну это не то что скажем так вызовет желание взаимодействовать с вашей компанией повторно привлекать новых клиентов постоянно это дорого сами знаете сколько стоит клик в контекстной рекламе или продвижение в поиске потом постоянно работать на новых клиентов это хорошо да мы увеличиваем охват но при этом очень важно чтобы у нас были постоянные клиенты которые возвращаются к нам каждый месяц или каждый квартал все зависит от того что вы продаете и как часто у клиента возникает потребность в вашем продукте как же понять что перед вами хороший человек что у него есть сервисность что он будет качественно работать с вашими клиентами что у него будет время на клиента что он будет иметь искреннее желание помочь разобраться с проблемой обратите внимание когда на собеседование на зрительный контакт если естественная улыбка смотрит ли в глаза открыт ли человек при общении если активное приветствие то есть насколько человек открыт к диалогу участвует в разговоре и дает вам достаточной информации то есть у него есть время для вас он готов рассказать вам больше вам вы чувствуете на эмоциональном уровне что вам приятно общаться с таким человеком вот хорошая народная мудрость люди забудут то что вы им скажете люди забудут то что вы сделали но они никогда не забудут то что они почувствовали при взаимодействии с вами вот повторные продажи это именно про эмоциональную приверженность бренду это именно то что позволяет вам компании расти и развиваться и выиграть в конкурентной борьбе вот примеры нашей компании на сайте как помочь клиенту покупать подумать о том с какими сложностями клиент сталкивается и предложить готовое решение на сайте засняв например карту проезда к оффлайн точке или вот как пример с канцелярией собрать для первоклассника набор с которым мы упрощаем задачу родителям собирать ребенка в школу на сайте на сайте на сайте на сайте на сайте